Специальная военная операция продолжается. Славинские ребята с честью выполняют там свой воинский долг, очищая землю от нацизма. Но, к сожалению, как и на любой войне, не обходится без гибели лучших сынов Отечества. Жители нашего района чтят память павших героев. В 11-й школе хутора Маевского состоялось памятное мероприятие, на котором в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная памяти выпускника школы Константина Александровича Крикотнева. Константин был настоящим героем. Он с честью выполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества посмертно. Вся история нашей страны связана с тем, что всегда во все времена были нужны воины, которые защищали нашу землю, наш народ. Выпускник вашей школы, который сложил свою голову на поле брани, это герой, на которого мы все, и вы, ребята, в первую очередь, должны равняться. Вы все должны всегда помнить, что этот павел учился в стенах этой школы, что он ее кончил, что он прошел свой трудовой путь, и когда Родина позвала, он встал и пошел выполнять свой воинский долг. В память всех павших героев участники митинга почти минута молчания. Военная специальная операция продолжается, это значит, наши ребята нуждаются в поддержке. Школьники, педагоги и родители активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Волонтер Мария Рыбакова отвозит их посылки за ленточку. Все ваши письма читают, рисунки хранят. Они очень помогают им. Поэтому, ребята, пишите, а я буду отвозить. Буду передавать ваши приветы нашим братьям, сыновьям, отцам. Поэтому всем они вам желают хороших оценок, учебы. Вы большие молодцы. Только общими усилиями ребят на фронте, оставшихся здесь в тылу, можно одержать победу. Наша сила в единстве и сохранении памяти о тех, кто уже никогда не вернется с полей сражений. Герои, отдавшие свою жизнь за страну, будут жить в сердцах их потомков. Анна Монастыренко, Станислав Бурбойко, программа «События».